Нет, здесь, безусловно, апокалипсические пророчества в отношении распада Евросоюза, конечно, преждевременны. Речь может идти о том, что процесс евроинтеграции переживает очень серьезный кризис. Об этом свидетельствуют результаты последних выборов в Европарламент. Об этом свидетельствуют как кризисные экономические процессы, так и кстати. И те дискуссии, которые идут в Евросоюзе в отношении российско-украинских отношений, вот очень явный пример раскола на старую и новую Европу. Но Евросоюз достаточно устойчивая структура, благодаря наработанным практикам, существующим институтам, наличию такого достаточно мощного уже слоя, как евробюрократия. И, как показывает опыт, собственно говоря, Евросоюз уже пережил несколько достаточно серьезных вызовов. В частности, такими вызовами можно считать негативные результаты голосования на референдуме во Франции, Бельгии и в Ирландии в свое время в отношении так называемой Европейской Конституции. Каков вывод? По всей вероятности, Евросоюз действительно переживает кризис, перспективы туманны. В будущем Евросоюз может перестать существовать или существенным образом деформироваться. Но это процесс, который будет растянут не на годы, а на десятилетия.